МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взял самую высокую награду – Гран-при фестиваля. Мы команда уже достаточно опытная. Люди, которые не играют, уже достаточно опытные. Многие играют уже половину своей жизни. И для многих это была самая главная игра за всю их карьеру. Поэтому готовились мы ответственно, репетировали очень много. Собирали как можно больше различных шуток. Ехали выигрывать. Мы на таком мероприятии первый раз. Очень обрадовало то, что мы выиграли и заняли какое-то призовое место. Огромное спасибо Александру Шабанову за то, что он помогал нам и ставил нам выступление. У нас обе команды, они отличаются от остальных. Есть свой стиль. Да, то есть есть свой стиль. Дети готовы уже к сцене. То есть у нас и летняя школа КВН имеется, наверное, знаете про нее. То есть дети уже и сценическая речь у них поставлена, и с микрофоном умеют пользоваться. То есть мы уже готовые проекты привезли. На большую сцену. И, соответственно, сумели на уровень выше даже находиться, чем остальные команды. Много опыта как в КВНовском, так и просто в жизненном плане. Это даст мне опыт в будущем для игры в КВН. Это очень полезно. И если ты КВНчик, то это действительно круто. Тебе не обязательно, но надо постараться туда съездить. И попробовать свои силы на каком-то более высоком уровне. Помимо выступлений на фестивале, наши КВНчики посетили мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и режиссуре. В ближайшее время обе команды начнут подготовку к участию в новом сезоне Всероссийской телевизионной юниор-лиги КВН, съемки которого начнутся в ноябре этого года в Москве.